Я фронтенд-девелопер. Есть у кого-то у всех возникал этот вопрос, что фронтенд-девелопер делает на бэкэнд-конференции. И я бы хотел сказать, что раньше я работал как фуллстек. И сейчас заниматься только UI бывает достаточно скучно. И поэтому я стараюсь уделять время иногда и разработке бэкэнда, изучению баз данных и тому подобного. Тем более я считаю, что любой фронтендчик должен стать как минимум основой разработки бэкэнда. В данном докладе я бы хотел рассказать, почему промиссы являются уже устаревшими, несмотря на то, что в JavaScript они появились не так давно. Можно даже сказать, что вчера или поздно. Какие преимущества по сравнению с async-авейтами, промиссы по сравнению с async-авейтами из ES7? И как можно использовать TypeScript при написании многое своего приложения, ну и главное зачем? Если вы никогда не писали на Node.js, то вы в нем услышали, что основная проблема Node.js это Node.js, как было сегодня сказано. Но эта проблема вытекает из того, что все на Node.js построено через callback. Если вы хотите считать файл, надо callback. Если вы хотите записать базу, надо еще один callback. И, кстати, в работе действительно очень-очень сложно. Ниже вы можете найти сайт callbackfail.com. Это сайт посвященный тому, как писать Node.js с использованием callback-ов и не писать callback-ов. В принципе, однажды появились промиссы или, как в некоторых языках, их называются в фьючерсе, например, в паттле. Промиссы появились в JavaScript только в 2015-2016 году. До этого все было построено на callback. И сейчас возникает вопрос, точнее, у меня возник вопрос, когда появились промиссы на самом деле. И промиссы появились в 1976 году. Это был момент, когда была придумана сама концепция промиссов. С тех пор и почему-то тогда никто это не использовал. Это было применено только к функциональным языкам программирования. В оперативных языках это появилось только в ближайших 2000-х годах. Давайте сравним код написанным на промиссах и код написанным на callback. Я боюсь, что оно не очень хорошо видно, но я как раз вот прочитаю. Тут сначала считывается из файла input.txt, потом записывается файл, и делается пост на URL, и из редиса что-то там считывается. Это вариант на callback, на промиссах все то же самое. И вариант, который написан на промиссах, в принципе, понятно, почему он лучше. Мы видим, что у нас уже нет вот такой огромной вложенности. Весь код выстроен в одну линию, все, в принципе, неплохо. Но я не считаю, что это хорошее решение, потому что это можно назвать arrow function help или lambda function help. Потому что все сейчас стали перехавать lambda функции или arrow функции, как они называются в JavaScript, просто пизде. И даже тогда, когда это действительно не надо. Нет, тут я хочу вернуться к прошлому слайду и спросить, действительно ли, точнее, почему 40 лет. 40 лет, то есть понадобилось 40 лет опыта, сотни тысяч разработчиков на то, чтобы начать писать промиссы, ну, сохранный код через промиссы в стиле pipeline. Которые, кстати, были придуманы через 10 лет после того, как были придуманы промиссы. И они были, они не основывались на промиссах. К счастью, решение появилось, и появилось оно благодаря США. Действительно, огромное спасибо всем США-девелоперам за то, что в 2010 году придумали такую штуку, как Async Await. И потом начали использовать. После реализации в 2012-м потихоньку в Python 3.5, 3.4 начали перетаскивать данную идеологию с Async Await. И я не хочу никого обижать, но если кто из вас был на байконе в 2016-м году, то они могли изменить то, что там был целый день посвященный библиотеке Async EO, или AEO Http. И действительно, я считаю, что это немножко странно, насвящать весь день одной библиотеки. Также, насколько я знаю, Async Await из коробки уже идет в Scala, и его недавно добавили в AWS Cities Plus 11, как на статей Async. Что же касается ECMAScript 6, ECMAScript, и не JavaScript, то он только появится в стандарте ECMAScript 7 в следующем году. Тут я хочу сказать еще раз спасибо людям, которые не могли дождаться того момента, когда код, когда будет принят стандарт, они начали писать polyfill, начали писать транспайлеры. И было написано два основных транспайлера, которые сейчас популярны, это Bable и TypeScript. Что касается Bable, я его честно скажу, я просто его не очень люблю. Очень много лишних плагинов, куча манипуляций, которые действительно не всегда нужны. В TypeScript все идет из коробки, хорошо поднялась, запустилась. Я не говорю, что Bable плохой, но у него есть ряд преимуществ на TypeScript, но они же являются и не привольными достатками. Перейдем, как мы перейдем к сравнению Async над промсами, и рассмотрению достоинств и недостатков Async, я бы хотел сравнить код, написанный на промсах. Давайте представим, что есть такая задача, когда у нас есть несколько документов, массив, и нам эти документы нужно сохранить в базу. Но есть одно простое такое бизнес-условие, которое мешает нам сделать данную реализацию попроще. Это то, что в каком порядке документы пришли к нам, в том порядке мы должны их записать в базу. Просто чтобы было один в один. И на промсах мы получаем такое решение, если честно, я бы это назвал просто костелем, потому что это ненормально. Мы проходим через ProReach по документу, первый callback, делаем промс, внутри которого, ну, перезаписываем промс, внутри которого возвращается еще один callback, и внутри выполняется DB пост. И в конце, чтобы еще выполнить условия пустого, как все уже произойдет, надо написать еще один callback, уже в промс.ден, в самом конце. Таким образом, я считаю это, если честно, отвратно. И если кто-то из джунов придет, увидит такой код, и посмотрит на него, первый вопрос будет, а что он делает, и вообще кто это написал. Если же сравнивать с асинг-подходом, тут немножко нормально, мы сразу понимаем, о, что я нажал. Елки. Все, отлично. Кстати. Здесь мы сразу видим то, что... await нам говорит, что эта функция является асинхронной, есть самый обычный массив, есть самый обычный for-off. For-off — это что-то типа for-in в некоторых языках. Систематично просто, что в JavaScript for-in проходит по ключам, а for-off проходит по объектам и работает с итераторами. Это уже нюансы JavaScript. И я считаю, что это решение просто идеальное. Я не знаю, что можно придумать лучше, ну, разве что это переписать, например, базу данных, чтобы туда сразу кидать массив, и уже база сама думала, как ее это сохранять, но это такой же нюанс архитектуры. Теперь давайте перейдем... А, у кого-то есть вопросы по данному коду? Нет. Окей. Теперь перейдем к достоинствам и недостаткам асинга вае. Ну, самый первый плюс, который я считаю, это то, что мы теперь с помощью асинхронных вае можем писать код в асинхронном стиле. То есть это будет асинхронный код, который будет выполняться асинхронно, все как надо, но не через промысел, а асинхронно. Ой, он просто будет выглядеть как синхронный, извините. Он будет императивным, будет сразу понятно, что за чем происходит и как с этим работать. Дальше мы рассмотрим этот нюанс поподробнее, но асинхронный код вае с помощью транспадера преобразовывается в самый обычный геод генератор, в функцию генератора с использованием геодов и, в принципе, если вам возникает вопрос, как это вообще работает, это еще не находится внутри самого движка джаваскрипта, и есть возможность посмотреть, просто отдебажить и посмотреть, как это работает. Асинк в массивах, ой, не в массивах, в лобах, в циклах. То есть то, что мы видели на прошлом примере, то вариант через промысел, он реализован плохо, теперь мы можем написать просто абэйт внутри цикла, и цикл будет ждать работать как надо, без каких-либо дополнительных магий и телодвижений. Также, что самое примечательное, самое классное, это то, что любой промысел можно абэйтить. Вы используете по-любому какие-то зеркла для библиотеки, которые реализовывают какой-либо функционал. И если эта библиотека написана через промысел, вы просто пишете авэйт, вы вызываете эту библиотеку, и в принципе на этом все. Никаких проблем. Если у вас есть какой-то метод, который сейчас реализован через промысел, вы можете просто удалить их все и написать везде авэйт, 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 авэйт. И у вас приложение будет работать абсолютно так же. Ну, за исключением некоторых условий, о которых мы поговорим чуть дальше. Трайкейс ставим на потом, по поводу времена в конце. Говоря про недостатки. Есть такая проблема, что если не будет авэйта, то не будет и респонса. Если написать авэйт, то у нас в перемену сохранится просто промыс объект. И если вы этот промысел дип например, вернете на фронтенд, или же запишите в базу данных, ну что-либо с ним делаете, то, ну это не очевидно, и у вас просто где-то упадет ошибка. Вы должны это понимать. И это целиком лежит на ключах девелопера. Ну, так, слипт эту проблему немножко решает, поговорим об этом тоже дальше. Промысел раппера. Основная проблема, это то, что на Node.js все функции, которые даются вам из коробки, типа записать файл, прочитать и тому подобное, они все работают через колбайк. И чтобы они работали как вам это необходимо, нужно написать свои собственные правды, либо использовать библиотеки, которые уже это сделали за вас. Есть, например, такая библиотека промиссифайк, которая все функции из Node.js преобразовала в промисы, и в принципе на этом все. Так же насчет стоптрейсов. Мало, после того, как появились промиссы, там уже было сложно немножко отловить ошибку и понять, где она выпала, и подняться по обратно. В случае с осенковыми это становится еще сложнее, потому что это делается через генераторы. И бывают случаи, когда просто невозможно отловить, где появилась ошибка. Теперь насчет рейкэча. У JavaScript есть такая проблема, как отсутствие трейкэча вообще. Я серьезно, люди просто не пишут трейкэч. Такое встречается очень часто. Асинка.вейт заставляет просто писать трейкэч вокруг ваших запросов, чтобы обрабатывать ошибку. Смотрите, если вы не напишите трейкэч, то у вас упадет приложение, точнее, упадет эксепшн, но вы его не увидите. Ваше приложение просто остановится. Оно не будет выпадать вам с ошибкой о том, что что-то где-то не работает. Это просто зависит. Вы не видите ни сообщения, блоги, ничего. Просто не будет ничего. Курсул остановится, и все. Даже блоги ничего не запишут. Поэтому надо писать трейкэч. И я считаю, что это также и достоинство, потому что теперь это придется делать. Также, если хочешь у нас, если в промиссах написать then catch, then catch, такая очередь вызовов, то если упадет первый запрос then, то выполнятся два последующих кетча подряд. Опа. Это не всегда очевидно. Далеко не каждый девелопер знает, далеко не каждый может это понять. И с трейкэчем таких проблем нет. Если упадет один запрос, то можно либо каждый обернуть свой трейкэч, либо сделать общий на все. В случае, чтобы приложение не исто, рекомендуют в трейкэч, точнее, трейкэч оборачивать то место, где ваше приложение стартует, типа апстарт или еще что-то подобное. Несмотря на то, что await преобразовывается в самый обычный Yield, который самый обычный, в принципе, я не знаю, что начать рассказывать про Yield, это немножко другое, но надо понимать, что они отличаются. await работает по промисам. То есть, представим, что у нас A и B это по промисам, с которыми мы работаем. И await A плюс await B преобразуется тут, на самом деле, в транспайлерах будет написано Yield A плюс Yield B, и транспайлер сам обернет в скобки то, что вы здесь написали. Если же напишите Yield A плюс Yield B, вы видите, как оно группирует, потому что Yield группирует по результирующим выражениям, а await по промисам, с которыми они работают. Это надо помнить, потому что есть библиотеки, которые типа go.js и так подобных, которые предоставляют эти, не те, случайно, которые предоставляют работу в стиле осенка await через Yield. Что-то типа корротин. Дальше, await это не подоги. Типа, не, серьезно, просто когда выдался к докладу, я встречал такие места, в которых было написано о том, что await это assign, await это новые виды потоков, как это классно. Ну, точнее, наконец-то, есть потоки в JavaScript. Я просто решил напомнить, что это не так. Надо вводить себя в задолжение. Также, await это не серебряная пуля. Как я уже говорил, с поединением arrow функций их начали впихать везде, то же самое с await. Да, его можно впихнуть везде, но левое решение хуже, чем правое. кто может сказать в чем отличие? Нет? Окей. Проблема в том, что вот здесь у нас сначала идет запрос на Google, потом, когда мы получили запрос, получили ответ, вернули его. Потом идет запрос Apple, получили ответ, вернули дальше. И так далее. и левая часть, сейчас, правая, там правая, левая, задолбался, извините, правая часть с await'ами, там где-то три await'а подряд, она будет работать ровно в три раза больше, в три раза дольше. Для этого есть такая штука, как promise.all. Этот promise не зарезал из-за тех пор, пока не будут зарезованы все promise внутри этого объекта или массива, который передают. Почему TypeScript? Сейчас TypeScript это что-то считается типа тренда. И он немножко задает сейчас направление. Angular 2 построен на TypeScript. Многие девелоперы, которые разрабатывают библиотеки, сейчас разрабатывают на TypeScript. Просто потому, что он позволяет нам поддерживать приложение, даже через метр, через два открыть его и сразу понять, что где происходит. И дает видимость безопасности, об этом чуть попоже. Но еще один маленький нюанс, почему именно TypeScript а не Wable с точки зрения Async Awaitа, потому что сейчас Async Await реализован через функцию Awaiter и функцию генератора. Ну и там, где было написано Async, будет написано Yield. Точнее, Await. Там, где было написано Await, будет написано Yield. TypeScript сейчас планирует выпускать следующий релиз и они планируют изменить генераторы таким образом, чтобы они работали в качестве машинное состояние. Таким образом они будут работать быстрее, чем данное решение. И, во-вторых, будет поддержка Экмоскрипта 3-го. То есть, если у вас есть приложение, которое написано сейчас на какой-то стану Node.js с поддержкой Экмоскрипта 3-го, вы сможете потихоньку, не спеша перейти на TypeScript и медленно переписывать все это приложение на поддержку более новых, более стабильных технологий, используя с инковой. Почему TypeScript 2? Это не только вторая часть слайда о том, что TypeScript действительно, ну, почему я выбираюсь TypeScript, почему я его предпочитаю, но и то, что он развивается. Сейчас планируется второй мажорный релиз, в котором есть огромное количество нововведений, но это самое ценное из них. Во-первых, добавляются такие декораторы, как условный и deprecated, то есть, это по дефолту, они будут просто уже по дефолту устранить на TypeScript. Если он будет видеть, что вы их используете, он их сгенерит вместо вас. То есть, не надо писать это каждый раз сами. Также они улучшают проверку типов. И если у вас есть какое-то преобразование и подобные мышечки, там все это дело просто улучшается до того момента, как, например, дальше написано control flow based type analysis. Если ваше приложение написано таким образом, что он проверяет есть это переменные типа стринг, то с ней выполняются какие-то операции внутри этого ифа, то TypeScript будет проверять, что внутри этого ифа мы теперь работаем только с типом стринг. и неважно то, что это переменная была либо стринг, либо null. Также добавляют такую классную штуку, non-nullable types. Это вещь, которая есть в C-Sharp и идет по дефолту. В TypeScript и в JavaScript это немножко иначе. Все типы сейчас null. И можно просто спокойно в переменную сохранить undefined, null, и нам в TypeScript ничего не скажет. какой ошибки. Они это планируют добавить, это будет изменено. Также добавляют редонный property. TypeScript предоставляет возможность работы с приватными, публичными протектными методами из коробки. Сейчас они еще хотят добавить такую штуку как редонки, чего действительно не хватает, потому что JavaScript, а значит TypeScript предоставляет работу, предоставляет возможность изменять все. Ну и Autocomplete благодаря TypeScript и благодаря строгим типам у нас есть возможность работать со строгими типами и и дешка или даже банальные редакторы типа Sublime и StudioCode Vima тоже поддерживается насколько я помню. Будет полностью абсолютно полноценный Autocomplete по типам и разрешенным запрещенным методам и так далее. Так сказать, как и любой язык имеет свои недостатки. Это язык, инструмент, все его называют запрещенным. Но он также имеет недостатки. Самый большой недостаток это Type Definition. Вся суть в том, что если вы используете cert-party библиотеку, TypeScript просто банально он не знает, какие типы есть у этой библиотеки, какие интерфейсы, что она предоставляет. И для этих штук было реализовано такое понятие как Type Definition. То есть это банальный файл, который описывает интерфейс того или иного модуля. Это было решение такое сомнительное, но при этом оно работает, работает стабильно, работает хорошо. Проблема, но почему это считается недостатком? Если у библиотеки нету Type Definition, то вам придется написать с ним, либо найти в Google. Если Type Definition написан, то скорее всего данная библиотека уже устарела. Есть также eBub. Чаще всего приходится сидеть переписывать свои Definition или писать их самим, чтобы понимать, что данная библиотека делает и как-то ограничивать возможности. Насчет интерфейсов. Да, это преимущество TypeScript'а. Появились интерфейсы, они отличаются от классов, они не сохраняются в файлах и тому подобное, но если неправильно использовать, возникает такая проблема, то, что интерфейсы просто везде. И опять же, просто пихают всюду. У вас может даже случиться такой кейс, когда у вас количество интерфейсов будет больше, чем классов, бизнес-логики и всего, что у вас написано в приложении. Просто потому, что вы все захламили интерфейсами. Как-то, ну, честно сказать, это плохо. И тут уже стоит вопрос архитектора, сеньора и так далее, людей, которые должны это дело варидировать. И тут еще самый большой недостаток, это дейкскрипт это всего лишь расширение джава-скрипта. Он дает иллюзию. Иллюзию того, что ваше приложение стабильное. Иллюзию того, что ваше приложение безопасное, что все работает по своим типам, как все замечательно. Но когда вы будете использовать его на реальном проекте, он скомпилирует все в самый обычный джава-скрипт. И если у вас в проекте реализованы существуют ошибки, которые идут в корни которых исходят из самого джава-скрипта, эти же ошибки у вас будут и в тайп-скрипте, и в тайп-скрипте скажут все окей, никаких проблем на самом деле нет. То есть на этом я немножко поспешил. Даже слишком поспешил. Какие вопросы? Да. Все верно. Они будут работать, но они будут работать только в том случае, если в браузере реализованы генераторы. То есть если в браузере, например, в хроме реализован генератор, все будет работать из коробки замечательно, проверял действительно все. Но если это, например, Edge Microsoft или еще какая-то такая прибора, то там же генератор еще нереализованный и ваше приложение просто ничего не будет делать. Он просто зависит без ошибки, как я говорил. Но если у вас стоит цель поддерживать все браузеры, то да, понятное дело, что тогда исходить из все браузеры. если браузер не поддерживает генераторы, осенковые нету просто еще в самом браузере, то тогда не будет осенков эвейта. Я понял. Слушай, подряд у вас в последнее дат-денесе, 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 дат-денесе. Да, да. Если использовать все то, что есть в спецификации языка, то никаких проблем не будет. У вас будет осенков браузер как мод. Не всегда. Если вы будете компенсировать под ES3, то мала ли пришло требование от заказчика. Ну, в жизни он не может от этого. И TypeScript девелоперы, люди, которые разрабатывают, они действительно хотят сейчас переписать все таким образом, чтобы была поддержка ES3, чтобы была поддержка ES5. То есть при компиляции сейчас осенковейтов в ES5, он скажет о том, что ошибка, потому что в ES5 нету дженериков. Он скажет, я не могу скомпилировать твой ES6. У тебя должен быть ES6, как таргует цель здесь. Такая проблема есть. Но они в версии 2.0 или 2.1, я не помню, у них написано на ките, потому что если вы зайдете на GitHub TypeScript, у них есть такой навиг, два раздела. Первое это roadmap, и второе это what's new. То есть вы можете посмотреть, что будет реализовано в самом вот с ним, можно посмотреть, что будет реализовано конкретно. на roadmap, можно посмотреть цели на ближайшие два релиза. И это действительно замечательно, потому что дает понимание девелоперам, что будет нового, что будет разрабатываться. Я считаю, это замечательно. Еще вопрос есть? Честно скажу, мне нравится TypeScript, он замечательный, в том плане, что он дает безопасность девелоперам. Вы можете писать код и не бояться то, что ваше приложение в один прекрасный момент упадет. Вы можете отрефакторить спокойно класс, метод, и все будет замечательно. У вас ничего не сломается хотя бы на этапе компиляции. Если у вас что-то сломается на этапе уже самого рантайма, значит либо проблема с самими входными данными, с которыми вы работаете, либо вы не предусмотрели какой-то кейс. Но если писать код именно на Node.js и таким образом, чтобы ожидать обрабатывать все входные данные проверять, то внутри приложения все будет замечательно. Это гарантия. Да. Давай. Давай. На данный момент ни один справзин не поддерживает на 100% таких москвит шостый потому что он вышел уже трошки давно. не поддерживает правдор, это проблема правдор. Давайте так. Но они не одни, которые могут их полностью, значит, мы не можем управлять в Экспаскрипте 6, потому что еще раз они не боятся в Экспаскрипте. То есть даже несмотря на то, что в ES6 оно как бы должно быть уже, эти импорты в Chrome и тому подобное. То есть они адаптируются под текущие реалии рынка. Если в проназоре все реализовано, без проблем. Они будут уже сразу импорт в Chrome и тому подобное ништяки делать. Плюс при компрессе мы будем затрагивать все. Да, да. Адреса нужна, вместо того, что мы включили в Экспаскрипте 6. Да, что тоже классно. Я забыл про это сказать. Знаете, у Экспаскрипта есть конфиг файл, очень хороший. Во-первых, вы можете указать каждую фичу, которую вы хотите или не хотите реализовывать. То есть если у вас, например, нет модульной системы, вы пишете о том, что у меня нет модульной системы, я хочу использовать required.js в качестве, ну, примерно. Если у вас, вам, например, не нужны декораторы, он будет ругаться о том, что декораторы еще нельзя использовать, так что, ну, почему ты их пишешь? Так что с этой точки нет. У кого еще вопросы были? Да. 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 Да, есть маленькие нюансы. Можно найти на простройках гитхаба даже, кажется, лежат какие-то адаптированные версии Node.js, которые позволяют работать с Эксприптом напрямую или напрямую компилировать. Ну, то есть вам не надо компилировать Эксприпт в JS и запускать JS на Node.js. То есть можно это напрямую пробивать. Но это какие-то адаптированные штуки, которые я не могу говорить, что они стабильные или что их вообще можно использовать. Просто что-то совописное на коленке, чтобы упростить самим себе жизнь. Ну, или наоборот усложнить. Насчет того, что они подали заявку Node.js, честно сказать, я насчет этого ничего не знаю, но… То есть то, что действительно, это то, что они хотят… Да. Тогда просто рекламный код. Вы предлагали себе бейдж-майк, какие-то пара каждодели, как бы 8. Тоже может быть. То есть… Ну, я не думаю, что рекламный код, потому что они действительно хотят обновлять его таким образом, чтобы он работал быстрее. И очень многие вещи, которые в JavaScript работают из коробки, в TypeScript, где они компилируются и работают лучше, чем то, что вы напишите на ES600, например, на Paypal. Или на чистом ES600. Да? И чем было вопрос? Вопрос в том, что я не лас, и не лас, и не лас. Замечательно. Просто суперский, на самом деле. Вы… Вот вопрос я хочу уточнить. Юни-тестирование или end-to-end? Это это. Юни-тестирование просто на уровне прекрасном. То есть вам даже не нужно тестировать кейсы, когда это какие-то другие типы. То есть вы берете, импортируете там степический файл в ваш тест, и он будет опять же компетироваться, все замечательно. Но с тем маленьким нюансом то, что при написании тестов вы будете смотреть то, что эта функция, например, ожидает той переменной только тип нафы. И если так будет строка, вы прокинете, то вам даже юни-тест скажет, мол, типа, блин, что ты прикидешь, точнее компилятор скажет, зачем ты прикидешь сюда строку и пытаешься это сделать вообще, если ты даже не предполагаешь этого поведения. За счет этого количество тест-кейсов, которые пишутся, уменьшается до просто того, что ты действительно нужен, тогда начинается проверяться функционал непосредственно. И нет проблем с тем, что приходится писать тесты полностью на все. И попытаться покрыть все кейсы вплоть до передачи массива, объекта, noun, define, строка, число, double и так далее. Это замечательно. Насчет end-to-end тоже хорошо, потому что definition, которые вот тут вынесли недостатки, в большинстве случаев уже написаны. И можно просто использовать definition для данной библиотеки, например, для той же самой кармы или... Ну, нет, кармы это не то я. Для того же самого селения можно использовать definition. И вы опять же будете писать код, и здесь уже заранее будет предполагаться то, как он работает. И у вас не выйдет опять же проблем с тем, что вы просто кидаете непонятно что, непонятно куда. В этом плане мне очень сильно нравится то, как TypeScript предлагает мне, что я должен сделать. Если у меня нет метода, то кейм его нет, и надо значит его дописать. Да. 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 И опять же, то есть покрываться будет именно логика, а не то, что вы прокинули стринг или не прокинули стринг. Если у вас нет обработчика, который приводит, например, parseInt, который парсит строку в int число, то значит вам этой тесте не надо было. Он позволяет нам написать приложение, которое заранее работает, как мы придумаем, а не пытаться абстрагироваться под динамическую типизацию JavaScript. Ну все зависит от разных данных. Еще вопросы? То есть получается TypeScript работает только на момент консуляции, а дальше TypeRacing как это происходит? То есть в жерном тайне может происходить все что? Конечно. То есть нету там каких-то проверок? Например, в объект записать название? Нет. Там абсолютно такого нету. И почему я понимаю, что TypeScript дает июзию. Он дает безопасность для нас самих во время разработки. То есть мы, когда разрабатываем приложение, зачастую, вот можно даже встретить такие кейсы, как обычная противофункция, которая преобразовывает, например, секунды в часы. Мы понимаем, что мы работаем с integer, но тест кейсы пишутся и на строку, и на definite, и на null объект, и на т.п. Есть альтернатива от Facebook, которая называется Flow, которая позволяет нам работать с типами. И так же самое как TypeScript указывает, что это такой тип, это такой интерфейс, и с этим вроде бы все неплохо. Но тут есть маленькая проблема, что TypeScript это не просто типы. Это именно transparent, то есть он преобразовывает один код к другому. Flow от Facebook это просто настройка, которая после компиляции, он просто удаляет все интерфейсы, все типы, так как будто бы их не было. То есть есть проверка только, но код ваш, который вы пишете на JavaScript, он останется JavaScript-ом. И если, например, TypeScript предоставляет такую штуку, как генерики, что отличная вещь, то на флоу этого сделать нельзя. Например. Честно сказать, я не знаю, не инвестируйте. Надо будет посмотреть, но как это будет в будущем. Я вообще не думаю, что TypeScript смотрит в эту сторону, потому что он смотрит в первую очередь на JavaScript, на то, куда он развивается, как он развивается, и он задает направление. То есть, чтобы понимать, в TypeScript второй версии уже планируют реализовать фич из ES8, стандартного, стандартного которого еще даже не был. Просто есть предложение. А давайте мы будем использовать деструктор и Sprint operator вместе. TypeScript второй версии. А почему бы и нет? Давайте это реализуем. Еще вопросы есть? Все? 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 АПЛОДИСМЕНТЫ